Привет! Привет, мои дорогие друзья! Я очень эмоционально начинаю эту новую видео сфотографироваться на фильмах французских анимаций. Рад приветствовать вас, дорогие друзья, на канале Реальный Французский. Меня зовут Кипнис Евгений. Это понедельник, и это новый мультфильм, который мы будем разбирать в его французской версии. Добро пожаловать! Как вы видите, это Рапунцель. Запутанная история. Время диснеевских мультфильмов, дамы и господа. Обаятельный вор переворачивает жизнь принцессы в заточении. Это ироническая сказка о девушке с волшебными волосами. Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. И, казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве спокойного убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. Именно этот эпизод, когда Флинн попадает в башню, Крапунцель мы и рассмотрим. Добро пожаловать на ваше занятие. Вы здесь не случайно, Флинн райдер. Вы здесь не случайно, Флинн райдер. Случайно. Запомните это выражение. Если вы еще не знаете слово случай, то пришел случай, пришел момент, когда с ним надо познакомиться. Азар. Случай. Запомнить несложно. Вы задумывались, почему игры называются азартными? Потому что они дело случая. Азартные значит случайные. Игры на случай. Выпадет случай, будете победителями. Не выпадет, проиграете. Паразар. Французское выражение. Кстати, мы разбираем мультик, который называется Рапунцель. Рапунцель по-французски они озвучили и перевели как Репонс. Не путать со словом ответ. Репонс. По-французски Репонс. И через акцент и гу произносится. На улыбке. Репонс. А Рапунцель Репонс. Вы не êtes па ici, Паразар. Лин Райдер. Паразар. Паразар. Вы случайно не помните, какой это мультик по счету уже? Вы вы rappлете, Паразар, как у меня ли фильмы д'анимаціон я уже персю? Паразар. Случайно. Се Паразар. На ногу кому-то наступили. Это случайно. Се Паразар. Это не случайно. Поча это москорбленная транспортная сторожка. Се не па. Паразар. Се не па Паразар. Это не случайно. Вы не па Иси, Паразар. Лин Райдер. Лин Райдер. Смотрите, как она читает это. Райдер. Все, что по-английски заканчивается вот на этот самый суффикс И-Ар, по-французски читается как Эр. Так, как будто вот так вот написано. Как будто Э-Ю-Эр. Спикер, докладчик. По-французски будет Спикер. Так, как будто бы написано вот так вот. Обратите внимание. Суффикс Эр. Спикер. По-французски произносится вот это И-Ар, английское во французских словах, заимствованных французским языком у англичан. Но и у немцев, соответственно, И-Ар читается у них как Э-Эр. Давайте скажем, как будет дизайнер по-французски. Читаться. Никого в свое время не удивляло, что французы называют Ангелу Меркель Анжела Меркель. Анжела Меркель. Флинн райдер. Вы не знаете здесь, по-разному, Флинн райдер. Обратите внимание на слово здесь тоже. И-СИ произносится очень остро. И-СИ, И-СИ. Следите за остротой этого И, чтобы оно не напоминало ни капли звук И. Какая забавная картинка, она по рукам и ногам связала буквально. Аплесла как вы voudре. Аплесла как вы voudре. Называйте это как захотите. Аплесла как вы voudре. Аплесла как вы voudре. Аплес называйте. Сла это как вы, 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 захотите. Аплесла как вы voudре. Аплес. Повелительное наклонение глагола. Аплес. Аплес. Называть. Вы знаете этот глагол? Аплес. В настоящем времени он в первом лице звучит так. Я называю. Ты называешь будет. Ты апель. Он называет будет «il appelle». Обратите внимание, что глагол «appler», как и такие же глаголы с так называемой удваивающейся согласной, спрягаются по типу французского сапожка. Двойная «elle» спрягается в первых трех лицах и третьем лице множественного числа, а форма «nous» и «vous» образует исключение вместе с инфинитивом. То есть мы называем будет «nous appelons». Вы называете будет «vous appelez». У нас больше нет этого двойного «elle». Оно возвращается только в третьем лице множественного числа. Или «appelle». Мы помним, как делать повелительное наклонение. Просто убираем «vous» и остается оно «appler». Скажите мне, как будет «давайте вызовем», «давайте позовем», «applons». А теперь, детишки, давайте позовем тех, без кого не обходится ни один праздник Нового года. «Полиция», «applons» — это «давайте позовем». «Аплиция как вы voudrez». Называйте, как вы захотите. А «захотите» по-французски будет «вудрэ», «вудрэ», «захотите». Будущее время глагола «хотеть». Есть выражение «я захотел бы», «я хотел бы», «je voudrez». Не путайте его. Это «кондиционель», «я бы захотел». «Вы захотите» будет «ву voudрэ». «Вы захотите», «будущее время», «ву voudрэ». Называйте это, как захотите. А дальше у меня ощущение, что она уже начинает петь. Это же мюзикл вообще. Ну, на самом деле она говорит так речитативно просто, на музыку. Красиво у нее получается. Если хотите, чтобы вы прозвучали очень красиво, отдельными словами говоря, без пения, произносите их, как будто вы поете. Как еще прокомментировать эти два слова? Они одного и того же значения. «Судьба» и «ро». Ну, тут по-разному их можно переводить. «Жребий», «идоля», «участь». Это синонимы. Чаще используются в французском языке слово «le sort». Чуть чаще, я бы сказал. «Destin» тоже достаточно часто. Еще слово «la destinée» тоже будет «путь», «жизненная дорога», «судьба». «Le destin». «Le cheval». И он добавляет «le cheval». «Le cheval». Ну, типа, я назову еще и лошадь. В качестве причины, которая меня привела в итоге к этому креслу, где полностью запутан «le cheval». «J'ai donc pris la décision» говорит наша Rapunzel, вот она. Я про девушку, жаба тут ни при чем. «J'ai donc pris la décision de vous faire confiance». «J'ai donc pris la décision de vous faire confiance». «Le cheval». «J'ai donc pris la décision de vous faire confiance». «Итак, я принял решение вам доверять». Ну, разумеется, он связан по рукам и ногам. Разумеется, он достоин доверия. И это проявляется как раз в особенностях обращения с ним. «J'ai donc pris la décision de vous faire confiance». «J'ai donc pris la décision». Выражение «donк» означает «итак», таким образом. «Се» на конце читается как «к». «Donк», «носм». «J'ai donc pris la décision de vous faire confiance». Обратите внимание на нашовые звуки. «Donк», «on a savait». «Donк», то есть ни «n», «a», «нос», «donк», «donк», «donк». «Décision», «on a savait». «Confiance», «on a savait». «Pраздник» на savого «on». «Confiance» на savait на конце. «J'ai donc pris la décision de vous faire confiance». Два полезных выражения. «Prendre la décision», «принимать решение» и «faire confiance». «Faire confiance», «деверять кому-то». «Faire confiance à quelqu'un». Обязательно учим глаголы с их управлением. «Prendre la décision» нам не нужно управление, потому что сразу мы видим здесь прямое дополнение. После глагола мы сразу понимаем, что по-французски «взять что-то» будет «prendre quelque chose». Французы все берут, на самом деле. Что только они не берут. «Prendre l'autobus», «Prendre le metro», «Prendre le petit-déjeuner», «Prendre le thé», «Prendre le médicament». Они берут, кстати, препараты, они берут лекарства. Французы не пьют таблетки, то есть мы пьем таблетки. Они их берут. «Prendre un cachet». «Выпить таблетку» по-французски будет «prendre un cachet», а не «boire un cachet». Как можно пить таблетку? Французы от себя не представляют этого. Они берут таблетку. «Faire confiance à quelqu'un», «доверять кому-то». То есть «я тебе доверяю» по-французски будет «je te fais confiance». «Je te fais confiance». Ну давайте теперь вы. «Я вам доверяю». «Je vous fais confiance». Друзья, я счастлив, что вы доверяете моему руководству в отношении вашего обучения французского языка. Моя фонетика, которую предлагаю вам для того, чтобы вы заточили правильное произношение французское. Грамматика и иные вещи, которыми мы с вами учимся на моем канале «Разбирая французские мультфильмы». Есть плод нашего совместного взаимодействия, где вы доверяете моему руководству, за что я вам признателен. «Je vous fais confiance». Это когда вы мне говорите «я вам доверяю». «Je vous fais confiance». «Je vous fais confiance». «J'ai donc pris la décision de vous faire confiance». «Donc». Это практически слово-паразит во французском языке. Они все время говорят «donc», «donc», «donc». И знаменитая французская формула. «Cagita ergo sum». Это классическое французское изречение, латинское изречение, которое французы тоже знают. Оно в французском, естественно, звучит постоянно, потому что отображает образ мыслей французского народа. Это знаменитая фраза Рене Декарта. «Je pense, donc j'existe». «Я мыслю, значит, я существую». У каждого народа свои любимые фразы. В России говорят «умом Россию не понять», ее аршином не измерить. В французы говорят «я мыслю, значит, я существую». Когда они сталкиваются с «умом Россию не понять», они спрашивают в самом себе «а чем же вас тогда понимать?». «Душой» — это все это русские. «Je pense, donc j'existe, я думаю, значит, я существую». «Très mauvaise décision». «Très mauvaise décision». «Очень плохое решение». Он комментирует ее решение. «Très mauvaise décision». «Очень плохое решение». «Mauvese». «Плохое». «Мы знаем слово «mauvais». «Мужского рода». «Mauvais». «Mauветон». «Mauветон». «Дурной тон». «Женское рода будет «mauвез». 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 «Mauвез blague». «Дурная шутка». «Pлохая шутка». «Mauвез blague». «Mauвезе décision». «Pлохое решение». «Очень плохое решение». «Très mauvaise décision». «M laten Tonя зеленый глазами». «Zы моей зеленый глазами. Завал Mobilия Глазани». «M maintenant, je vous conseil d'écouter сь�учки format». «А теперь, яв не요 лип cómo стучит actors». ce que к Acc taxation». «Maintанан, ј вый conseille d'écouter сь�учках сь� Versace今天 не bist���爛 nhé». «Maintenant, ј vous conseil д'écouter сь�ч Annie weakestанux». «Maintenant, ј ¿ routines? V harnesses d'écouter Вы обратили внимание, как она произносит слово «dir»? «Дир» по-французски не «dir», а «dir». Она вытягивает этот звук «и» и не случайно, потому что перед согласными «r», «z», «v» и «g» французы всегда тянут гласные. Перед этими конечными согласными, когда слова заканчиваются на эти звуки, французы вытягивают гласную. Она становится двойной по длительности. И поэтому говорить будет не «dir», а «dir». А «роза» будет не «роза», а «роза». Поэтому тяжело будет не «грав», а «грав». «Гараж» будет не «гараж», а «гараж». Удлинение гласного происходит. Чтобы запомнить именно эти согласные, предлагаю мнемоническое правило. Розовые ежи. Все согласные, перед которыми гласные французские тянутся, в этом слове у нас есть «r», «z», «v», «g». Розовые ежи. Запомните, перед этими согласными тяните французские гласные. «Je vais vous dire», «je vais vous dire», «je vous conseille d'écouter». «Я вам советую выслушать то, что я вам скажу». «Mainten, je vous conseille d'écouter ce que je vais vous dire». «Conseiller de faire quelque chose». Обратите ваше внимание. «Советовать» будет «conseiller de faire quelque chose». «Посоветовать сделать что-либо». По-русски мы говорим «советовать сделать», «советовать делать без всякого de». По-французски обязательно появляется «de». «Я вам советую послушать». «Je vous conseille d'écouter». «Je vous conseille d'écouter». «Я вам советую слушать». «Советую слушать французскую музыку». «Je vous conseille d'écouter la musique française». «Mainten, je vous conseille d'écouter ce que je vais vous dire». «Je vous conseille d'écouter ce que je vais vous dire». «То, что я вам скажу». «Vez vous dire». Для начинающих. Комментарий небольшой. Французы говорят в будущем времени наиболее часто, используя конструкцию «aller» плюс «инфинитив». Они спрягают просто глагол «aller» во всех лицах и добавляют инфинитив. «Я скажу» будет «je vais dire». Это очень просто. Если вы знаете французский инфинитив, то добавляйте слово «aller». Выучите просто глагол «aller» в настоящем времени. «Je vais, tu vas, il vas, nous allons, vous allez, il vous». И добавляйте инфинитив по вкусу, и будет вам будущее время. «Я вам скажу». «Je vais vous dire». «Je vais vous dire». «Вы слышите то, что я вам скажу». «Je vais vous dire». «Ну вот так, чтобы он ее услышал». Действие, что называется «не в бровь, а в глаз». «Вы по-прежнему, или вы всегда сможете попытаться разрушить мои башни. Кирпичик за кирпичиком. По кирпичику. «Вы pouvez toujours tenter de demolir mes tours brick par brick». «Вы pouvez...» Сразу обращаю внимание. «Не «вы пу», а «ву пу». «У, у, у, у». «Вы pouvez...» «Тужур». «Не «тюжур». «Тужур». «У». Звук губы вытягиваем вперед. «Тужур». «Танте». «А» на совая в корне. «Танте». То есть не «тантер». «Аттенте». «Танте». 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 «Демолir mes tours brick par brick». Для многих сложно проговаривать вот эти вот слова со звуком «р». Я вас очень понимаю. «Р» здесь находится в сложнейшей позиции. После согласного еще и перед «и». Но старайтесь ударно проработать этот «р». И скажите «р». Причите. «Брик par brick». «Брр». Прямо такая «р». Пусть она будет сначала даже неказистая, какая-то немного шипящая, фрикативно. Сделайте ее, чтобы не было «брик par brick». «Брик par brick» вот в таком положении звучит прям совсем устрашающе. Поэтому она, в отличие от главного героя «гадкий я», звучит со звуком «р» французским. «Брик par brick». По кирпичику. «Вы pouvez toujours tenter de démolir mes tours brick par brick». Традиционно в нашей постоянной новой рубрике «Глаголы с их управлением». В список глаголов, которые нам нужно запоминать. «Танте de faire quelque chose». «Попытаться что-либо сделать». Да, мы знаем глагол «essayer». «De faire quelque chose» тоже, к слову, сказать. «Мы знаем глагол «стараться». «Tacher de faire quelque chose». Если вы хотите хорошо овладеть французской лексикой, рекомендую метод триады лексической. Знаменитый метод лексической триады. Вы знаете, что канат во флоте вьется из трех нитей, из трех бичевок, веревок, а не из четырех или пяти или двух. И это не случайно. Максимально магическое просто явление тройственности. Оно укрепляет, усиливает и умножает потенциал того, за что беретесь. Хотите по-настоящему запомнить слово? Возьмите ему два синонима. И майндкартой они будут друг друга удерживать в голове. И майндкартой они будут удерживать в голове. Вашу лексику. Запомните три слова «пытаться». И все три глагола с инфинитивами взаимодействуют через предлог «de». То есть пытаться сделать что-либо. У них минимальные семантические различия. О них сейчас говорить не будем. Запоминайте их как единство. Не думайте, что каждый глагол имеет свое профильное назначение. Иначе вы так замедляете освоение языка. Запоминайте их сразу как три и начинайте говорить, используя в монологах, в ваших диалогах как можно больше синонимической лексики. Это обогащает ваш язык и двигает вас речевым образом вперед. Для тех, кто страдает отсутствием речи. Вы можете всегда tentать демолить метур брики по брики. Метур брики по брики. Брики по брики, кирпич за кирпичом дословно. Кирпич через кирпич. Когда француз говорит кирпич через кирпич, имеется в виду по кирпичику. Что за вражение такое? Через предлог пар. Используется через предлог пар. Жур по жур. Жур по жур. От дня к дню. Семен. Семен. Пар. Семен. От недели к неделе. Ка пар ка. От случая к случаю. Вот это пар брики по брики. От кирпича к кирпичу. По кирпичику. Вы можете всегда tentать демолить. Танте слегка окрашивается как попознавение. Она намекает на то, что это будет обречено на провал. Вы можете всегда tentать демолить метур брики по брики. Тут, конечно, такая стрельба глазами идет мощная. И у жабы тоже. Или это хребелион? Не сомон эд, муссю, jamais вы не retrouvereй votre пресеус сакош. Не сомон эд, муссю, jamais вы не retrouvereй votre пресеус сакош. Не сомон эд, муссю, jamais вы не retrouvereй votre пресеус сакош. Но без моей помощи, месье, никогда, господин, вы не найдете вашу ценную сумку. Не сомон эд. Сомон эд. Словосочетание «моя помощь» появляется не только носовой «о», но еще и связка со звуком «н» из этого самого прилагательного. Мон, а потом «нэд». Сомон эд. То есть не мон эд, а моу-нэд, моу-нэд, моу-нэд. Многие ограничиваются, говоря мон эд. Мон эд, мон ами, это некорректно. Моу-нэд. Мэсье, мэсье. Первый слог в этом слове читается как «э». Можете смело зачеркивать этот «он» и читать его как «э». Мэсье, мэсье. Слово «господин» по-французски читается как «мэсье». Как «мэсье». Будто здесь стоит не «он», а «э». Давно уже. Мэсье. Это формальная запись «ом». Нет никакого носа здесь. Мэсье. Здесь губы круглые, здесь губы поджатые. Мэсье. Месси. Несен мон эд, мессиу, jamais вы не retrouvereй votre пресиус сакошь. В отрицательной форме «жамэ» устраняет необходимость употребления «па». То есть не надо говорить «никогда вы не найдете па». Па не нужно. Жамэй вы не retrouvereй. Иногда отрицательные конструкции мы можем ставить до глагольного выражения. Слово «жамэ» мы иногда можем ставить до глагольного выражения. Никогда вы не найдете. Мы привыкли, что французский на речь ставится после глагола. И она легко могла бы его использовать, сказав «ву не retrouvereй jamais» с таким же значением. Вы никогда не найдете «ву не retrouvereй jamais». Но она настаивает на слове «никогда» и хочет уже с первого слова его напугать, поэтому на речи эта отрицательная конструкция уходит до подлежащего исказуемого ее конструкции. «Жамэй». «Лисян монэ, мусю, жамэй, вы не retrouvereй votre пресиус сакошь». «Ву не retrouvereй», обратите внимание, как читается это выражение. Будущее время глагола «найти», вы не найдете. «Не-ре-тру-врей». Вот это «э» глотается здесь. Правило двух согласных. Во всякой речи. И литературной, корректной. И речевой. Если вы, конечно, не декламируете поэзию в комедии францезы, не читаете Мольера со сцены, вот это «э» будет глотаться. «Ретруврей». «Вы не retrouvereй votre...» Читаем здесь между трёх согласных. Она здесь между трёх согласных находит. «Votre пресиус сакошь». «Votre пресиус сакошь». «Ни sans монэ, мусю, жамэй, вы не retrouvereй votre пресиус сакошь». «Но без моей помощи, господин, вы никогда не найдете вашу ценную сумку». «Вы не найдете вашу ценную сумку». «Хмм...» «Си жэй бен комприс, жвус эмэн воар ле лантерн». «Си жэй бен комприс, жвус эмэн воар ле лантерн». «Если я правильно понял, я отвожу вас посмотреть на фонари». «Но здесь, видимо, до этого она говорит ему, что он должен отвезти её посмотреть на фонари». «По логике того, что он адресует ей». «Если я правильно понял, я вас отвожу смотреть на фонари». «Си жэй бен комприс, жвус эмэн воар ле лантерн». «Хмм...» «Си жэй бен комприс, жвус эмэн воар ле лантерн». «У парня паноптикум просто. Она угрожает ему, завязала его по рукам и ногам, угрожает ему всяческой запутанной расправой, а в качестве ультиматума ставит романтическое свидание под фонарями. Но для неё это, конечно, не романтическое свидание, как будто. А просто мир посмотреть, из башни вырваться. Но он-то из внешнего мира. Поэтому то, что она ему предлагает, кажется ему абсурдным. «Хмм...» «Си жэй бен комприс, жвус эмэн воар ле лантерн». «Си жэй бен комприс, если я хорошо понял дословно, но мы скажем, если я правильно понял». «Же вуз эмэн.» Классный глагол «эммэнер». Запомните, пожалуйста, есть два глагола французских. «Эммэнер» и «аммэнер». Они противоположные. «Аммэнер» — это увозить, а «аммэнер» — это привозить. «Аммэнер». Приставка «а» носовая. И эти глаголы часто путают. Если не уметь это читать, не уметь это произносить, то очень часто путаются. Вы будете думать, что говорите «отвезите меня в такой-то отель», а скажите «привезите меня в такой-то отель». Это совершенно разные вещи. «Аммэнер» — это «ан» носовая, смотрите. «Ан», 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 «Ан» и только потом «мене». А это «аммэнер», «аммэн», 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 «привозить». «Аммэнер» — увозить, «аммэн» — привозить. «Аммэнер» — это когда вас кто-то берет и с собой везет куда-то. Здесь написано «увидеть фонари». Я первую, как «посмотреть на фонари», потому что по-французски «voir» в каком-то действии означает «смотреть». «Je vais voir ce film», «я посмотрю этот фильм». Но дословно я увижу этот фильм. «Я вас отвожу обратно к вам домой». «Je vous ramène chez vous». Добавляем еще сюда один глагол. «Ramener», 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 «Ramener». По-разному можно читать. Эту «э» мы глотаем, когда произносим инфинитив, либо ее произносим, но никогда не говорим «э». То есть это не «ramene», а «ramene» или «ramene». «Ramene», «ramene». «Привозить обратно», «возвращать». «Привозить обратно», «возвращать». Это просто «привозить», а это «привозить обратно». «Ramene». Вот это «р» подчеркивает повторение действия. «Ramene». Сегодня работаем с рядами. «Amene», 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 «ramene». «Amene», «amene», «ramene». «Молодцы». «Je vous ramène chez vous». «Я отвожу вас обратно к вам». «Chez vous» — это по-французски «к вам», но «домой» всегда. «Под «che vous» понимается всегда «домой» кому-то. Не просто «к вам», а именно «домой» к вам. «Je vous ramène chez vous». «И потом вы возвращаете мне мою сумку». «И на улыбке делается выражение». Запомните, этот союз читается как «accent égue» «e». То есть мы улыбаемся. «Апрэ» читаем на «accent grave». «Челюсть вниз отвалилась сразу». «Апрэ». «Vous me rendez». «И на этой нетривиальной двойственной сцене мы с вами Отлучаемся к повторению всего что только что рассмотрели. Обратите внимание, многие почему-то запомнили из выражения глагола «prometre», знаменитый глагол «prometre» в французском, «обещать», «prometre», «обещать», запомнили только выражение «prometre», запомните еще и настоящее время, не только «participacer», «я пообещал», «j'ai promis», знаем «j'ai promis», песенка такая была, «tu m'as promis, et je t'écris». Вот это вот все. А еще есть «je promets», «я тебе обещал», «je promets», «je te promets», «я тебе обещал», «je te le promets», «я на тебе отвечал», «je te le promets», «я ШВУФ «лё прогрр»», « Je В trio». « move Uncle Fred» На конце «vait отличие от союза читается, как «с» через униз, «je cũ лопроме», « д.с» не читаем на конце «v colme». «И лорсскеue зе феін проме с spiteittmeye». А когда я делаю обещание Когда я даю обещание Дословно, например, делаю Даю, конечно Запомните, для любителей слово когда Мы очень часто злоупотребляем словом Возьмите на вооружение, пожалуйста, еще И давайте научимся говорить, используя выражение Прекрасное, чудесное Чудесное выражение Давайте им синонимировать наше выражение Когда я даю обещание Только не лёск Лorsque, это читаем полностью Лorsque je fais une promesse Я делаю, я даю обещание Прокрасно все делают они Je fais une jupe Я шью юбку Je fais ma valise Я собираю чемодан Je fais mon lit Я заправляю кровать Понятно, да, что они делают все, что угодно Это с этим глагом faire И я делаю роль Метр восемьдесят Это я сейчас вам дал очень маленький список использования выражения faire Поэтому не удивляйтесь, когда она говорит Je fais une promesse Я обещаю, когда я обещаю, когда я даю обещание И при этом она не даёт, она делает обещание Французы всё делают Лorsque je fais une promesse Лorsque je fais une promesse Когда я даю обещание Une promesse, обещание Jamais, jamais Je ne trahis cette promesse Jamais, jamais Je ne trahis cette promesse Она, кстати, очень мягко произносит это Jamais Jamais Слегка по-арабски Это потому, что у неё небольшая Я бы сказал, у актрисы, которая озвучивает Во французском варианте Есть небольшая манерность То есть, есть небольшой такой шарм специфический Для принцессы И это, скорее, исключение То есть, не копируйте, не говорите Jamais, jamais Это не очень хорошо Хотя у неё слегка мягкость слышна Она перегревается этой мягкостью Jamais, jamais Это не jamais, jamais, а jamais, jamais Чуть-чуть, ну да, то есть, а переднего ряда мягче То есть, это не jamais, jamais, конечно Но по-французски Jamais всё время будет твёрдо Разница между jamais и французским jamais Стоит только в А, переднего ряда Но никак не в Ж Ж твёрдо Jamais Jamais Je ne trahis cette promesse Jamais Jamais Je ne trahis cette promesse Никогда Никогда Я не предаю это обещание Ну, дословно перевожу Не предаю Естественно, не нарушаю это обещание Обещание по-французски будет Une promesse, мы поняли Это обещание будет Cette promesse Выражение предавать будет Trahir Обратите на него внимание В корне аж немая Trahir Jamais Je ne trahis cette promesse Jamais Je ne trahis cette promesse Никогда Я не нарушаю Это обещание Trahis cette promesse И поскольку она хочет Просто убить его Выражением Никогда И никогда Гипнотизируя зелёными глазами Она начинает фразу С отрицательного конструкта Jamais А так вообще По идее Она должна сказать Je ne trahis Jamais cette promesse Вот Но вы понимаете Что теперь Jamais Можно использовать В начале предложения Когда вы хотите что-то Отрицать И говоря Никогда Jamais Jamais Je ne vu l'océan Никогда Никогда Я не видел Океан Jamais Tu Ne La Fai Никогда Ты этого не делала Jamais Tu ne la fais Никогда Ты этого не делала Jamais Tu ne la fais Jamais Jamais Je ne trahis cette promesse Никогда Я не предаю Не нарушаю Это обещание Jamais Парень толком Не понимает О чём идёт речь И вообще Что происходит Потому что Брови автоматически Поднимаются В форму Дуги Похожую на Типичную Интонацию Нисхождение Градation Descendante По Пьеру Дулатру Jamais Она продолжает Свою гипнотическую Игру Jamais Никогда Никогда Ещё Романтическое Свидание Не было Выражением Угрозы Расправы Ладно Послушайте Я не хотел До этого Доводить Бон Экутэ Бон Носом Бон 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 Носом Бон Бон Экутэ Послушайте Экутэ Экутэ Первый слог И последний Звучат одинаково Э акцент Эгю Звучит как Э Улыбаемся Экутэ На конце Эз Звучит тоже Как акцент Э Улыбаемся Экутэ Я не хотел Это парфей Глагол Суэтэ Тоже Корни Аш Нимая Мы ее игнорируем Я не souhaitэ Па Взять Открыто Э Я не желал Выражение Это доводить До чего-либо Доходить До чего-либо Доходить До чего-либо Арривер Это пребывать Ла Это сюда Это как бы К этому пребывать Не хотел я К этому пребывать Доводить До этого Не хотел Я не souhaitэ Па Ан Арривер Ла Вы не оставляете Мне выбора Вы Читаем на Э Акцент Грав А Читаем Через вниз Вы Вы Леси Леси Читается По-разному А И У нас Читается Как Э В первом Слоге А В окончании Читаем На улыбке Леси Вы Леси Па Лшуа Глотаем Вы Вы Не Леси Па Лшуа Вы Не оставляете Мне выбора Я Вынужден Играть По-крупному Я Вынужден Пустить В ход Все Средства Дословно Я Вынужден Я Есть Обязанный Вытащить Большую Игру Дословно Давайте Проработаем Эту Лексику Вместе Во-первых Возвращаемся К списку Наших Глаголов И Вписываем Туда Новое Выражение Быть Обязанным Э Обли Ж Д Фер Кельку Шоу Быть Вынужденным Сделать Что-либо Я Должен Часто Француз Говорят Не Ж Два А Ж Су Об Ли Ж Д Фер Кельку Шоу Я Вынужден Я Должен Что-то Сделать Ж Су 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 Благородство Обязывает Благородство Обязывает Я Су 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 Вытащить Большую Игру Достать Большую Игру То есть Пустить В ход Все Средства Но Флинн уже Сообразил Что ему Нужно Ей Подыграть Если ты попал На рандеву Сумасшедшим Ты лучше Подыграть Его Фантазиям И на чем Тебя не Примет А он Связан По рукам И ногам И непонятно Что от нее Ожидать Подыгрывает Ей Я Вынужден Пустить В ход Все Средства Какие Средства Вот Кстати Эти средства И пошли Но Они На нее Кажется Не действуют Бровки Домиком Не работают Элас Мон Шер Десидемо Се Па Мон Жур Десидемо Се Па Мон Жур Решительно Это не мой день Десидемо Запомните Выражение Классное Десидемо Решительно Но Запомните Полезнейшее Выражение Десидемо Решительно Десидемо Решительно Десидемо Десидемо Се Па Монжур Это не мой день Сегодня не мой день Се Па Монжур Се Па Монжур Десидемо Се Па Монжур Дабитуде Са Марш А Тулей Ку Так уже Страдательно Кряхтит обычно это работает всегда, обычно это работает во всех случаях, всякий раз, на каждый выстрел, обычно это работает всегда, постоянно, неизменно, стреляет глазами, естественно, поэтому выстрелы, буквально здесь хорошо работает, игра слов, он стреляет глазами и работают эти выстрелы постоянно, в этот раз не работает, Вот запомните выражение Полезное очень Работает Всегда Есть что-то, что работает Работоспособно Начинать учить язык с фонетикой работает всегда Вместо того, чтобы говорить Или выражение Постоянно, запомните выражение Всегда, при каждом выстреле При каждом выстреле, при косновении к фонетике Вы улучшаете качество языка, запомните Хорошо звучите, хорошо понимаете на слух Хорошо коммуницируйте, говорите Все взаимосвязано Фонетика неотъемлемая часть языка Д'habitude, это работает Д'habitude Д'habitude Это работает Д'habitude Д'accord, я вас ехать Ладно, хорошо Согласен Я вас отведу посмотреть на фонари О, открыто Д'accord Я вас ехать Возьмите Лантерны Лантерны Не отривисты Лантерны 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 Ой, черт возьми, уронила его Черт возьми Волосы резко его отпустили, и он упал Это правда, это правда АИ читаем как Э Наконец-то АИ читается как Э Обычное правило, АИ читается как Э Часто нарываемся на исключение Правда, это правда Минс, это черт возьми Минс это худой, тонкий Но в таком выражении как интержекцион В междометии мы переводим как черт возьми О, минс, о, черт возьми Ну у нее понятно, что фонари перед глазами Она уже видит фонари, свободу и свет Расширенные зрачки, фонари перед глазами видит Поэтому о нем забыла, уронила Она мне нос сломала Давайте научимся читать этот определенный артикль Как Эль апостроф Как он говорит Она мне сломала нос Ка мягкая Эль ма ка синька А ка Эль ма ка сильни Эль ма ка сильни Эль ма ка сильни Эль ма ка сильни Она мне нос сломала Слава богу, что только нос Ему еще повезло Сколько она в башне затаченная Своими длинными волосами сидит Райпонс Предлагает нам все повторить Райпонс Слава богу, что истинные волосы Мы встречаемся на следующей неделе с вами на новом мультфильме. А в этот раз выражаю вам глубокую признательность за ваше доверие и внимание к моим видео. И очень надеюсь, что вы основательно и с тетрадкой проработали лексически, грамматически и фонетически урок этой недели. До скорой встречи. Сойе де Боннумер и ОВАР. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...